Парад, концерты и планы на праздничные дни в 2022 году. В 2022 году королева Великобритании, 95-летняя Елизавета II, отметит 70-летнее своего правления. В течение всего года Ее Величество и старшие члены королевской семьи примут участие в ряде мероприятий, запланированных по всей стране в честь платинового юбилея. В понедельник Букингемский дворец опубликовал полную программу празднования, куда вошли парады, концерты и другие торжественные события. Однако пока неизвестно, в каких именно активностях примет участие сама королева после того, как врачи рекомендовали ей полный покой. Ожидается, что на протяжении всего юбилейного года тысячи певцов, танцоров, музыкантов и военнослужащих будут участвовать в различных конкурсах, посвященных истории правления Елизаветы II. Школьникам по всей стране предложено создать рисунки будущего планеты в течение последующих 70 лет, самые лучшие из которых будут нанесены на национальные флаги. Первым в череде праздничных мероприятий станет конкурс платиновых пудингов, который состоится 10 января. Организованное элитным британским универмагом Фортнам энд Мейсон кулинарное соревнование призвано определить десерт в полной мере соответствующей исторической дате. Рецепты будут оцениваться экспертной комиссией, в составе которой самый известный английский шеф-повар и телеведущая Мэри Берри. С 12 по 15 мая на территории Виндзорского замка пройдет грандиозное конно-спортивное шоу с участием более 500 лошадей и тысячи исполнителей, которые познакомят зрителей с королевской историей от Елизаветы I до наших дней. На 2 июня запланирован традиционный парад королевской конной гвардии в честь дня рождения королевы Труппин-Зе Калла. В этот же день Великобритания Нормандские острова, остров Мэн и британские заморские территории включат свои маяки, которые будут светить одновременно с главным маяком Букингемского дворца. 3 июня в преддверии большого праздничного концерта с участием звезд, который запланирован на 4 июня, в соборе святого Павла состоится служба благодарения за царствование королевы. На 5 июня по всей Великобритании запланированы уличные мероприятия. В июле в Букингемском дворце, Виндзорском замке и Холерудском дворце будут выставлены три экспозиции, посвященные вашествию королевы на престол, ее коронации и юбилеем. На протяжении всего года празднования платинового юбилея правления королевы, некоторые поместья ее величества, включая Сандрингем и Балморал, будут открыты для посещения жителями и гостями города. Он рисковал всем только для того, чтобы принц Уильям и Кейт Мидлтон, одна из самых крепких пар в королевской семье. И хотя супруги по сей день демонстрируют идиллию в отношениях, так было не всегда. До брака принца они несколько раз расставались. Причины временного разрыва до конца неизвестны, но на днях инсайдер раскрыл детали перерыва в отношениях герцога и герцогини кембриджских. Королевский фотограф The Sun Артур Эдвардс вспомнил причины недолгого перерыва Кейт и принца Уильяма в 2007 году. Как оказалось, он тогда общался с герцогом кембриджским и спросил его о разрыве. Незадолго до их помолвки Уильям пригласил меня и еще нескольких человек на чаепитие, где представил нас Кэтрин. Именно тогда я спросил принца, почему вы расставались. И он ответил, ну Артур, я должен был убедиться, что эта женщина мне подходит, потому что я хочу, чтобы этот брак длился вечно. Фотограф отметил, что был удивлен таким заявлением принца Уильяма. Боже мой, он рисковал всем только для того, чтобы убедиться, что действительно любит эту женщину. Принц хотел, чтобы его брак длился вечно, и я уверен, что они будут вместе до конца. И действительно, спустя годы супруги смогли создать крепкую семью, ради кого королева сделала исключение. Елизавета II подчиняется множеству правил. Согласно протоколу, королева никому не кланяется и не делает реверансов. Однако однажды монаршая особа сделала исключение ради особого случая. В день прощания с принцессой Дианой Елизавета II склонила голову над телом покойной леди Ди. Этот жест противоречит королевскому этикету, поскольку монаршам особам не принято кланяться на траурных церемониях. Однако королева сделала поклон в знак уважения к своей невестке. По словам некоторых экспертов, таким образом монаршая особа продемонстрировала признание заслуг леди Ди. Любимца британцев занималась общественной и благотворительной деятельностью. Она помогала бездомным беженцам, людям с ограниченными возможностями. Впрочем, другие аналитики считают, что подобный жест королевы был связан с ее желанием вернуть любовь и уважение поданных. Ведь в гибели принцессы Уэльской многие винили именно королевскую семью. Тема детского сада «Куда ходит Арчи Сасекски» вызвала двойственные комментарии. С одной стороны, такая формулировка вызвала у людей мнение, что в такие садики ходят только нездоровые дети. С другой восхищение, что хоть где-то с детьми работает психолог. Я списалась со своей одногруппницей, которая живет в Штатах. Юля училась со мной в Донецке в университете, но в 2014 переехала в Киев, отучилась на бортпроводника, а последние два года и вовсе живет в США. У Юли есть сын, которому почти пять лет. И вот он и посещал подобного рода детский сад. Понятное дело, что не такой дорогой, но формат примерно тот же. И вот что она говорит о такого рода заведениях. Юля, сколько твой сын ходил в такой сад? И как тебе их отношения? Ой, было дело. Ходил почти год, после чего я поругалась с воспитателями и перевела ребенка. Повелась на рекламу. Мы с мужем переехали в Калифорнию Сакраменто по его работе. Можете сказать, что я плохая мать, но я сразу отправила ребенка в сад, чтобы он учил английский, заводил себе друзей, вливался в новую жизнь. Сама же я сразу вышла на работу. Повелась я на хвалебные отзывы нашей русской соседки, у которой туда ходят двое детей, и преподаватели с детьми занимаются, и психологи, и все так радужно-воздушно, что и мы туда пошли. Стоило это удовольствие 20 тысяч долларов в год полый пакет. Сумма внушительная, конечно, но день был заполнен у ребенка от и до театральная студия, английский язык, лепка, музыка, рисование, пение и даже плавание. Это да, мне нравилось. Майкл быстро влился в коллектив. Начал даже целых фразы говорить на английском, хотя раньше знал только отдельные слова, в Украине с ним не занимались иностранным языком, уж слишком маленький он был. Но подход психологов это жесть полная. Они из них машины делают, а не детей. Почему? Что такое делали психологи? Их задача научить тебя правильно реагировать на события в жизни. Например, ребенок бежал и упал. Его первая реакция обида, слезы сопли. Он бежит, чтобы его пожалели. Даже если ему и не больно. Психолог же говорила, что он должен остановиться и подумать, как на это реагировать и что делать дальше. Мамы рядом нет, воспитателям в большинстве случаев плевать, и жалеть никто не будет. Соответственно, никто не пожалеет. А если сын начнет реветь, то его еще и засмеют. Жалеть себя эти психологи не разрешают. Ты всегда должен улыбаться, никому нельзя говорить, что тебе плохо. Жаловаться плохо. Говорить о том, что тебя кто-то обидел плохо. Но сдать друга, который шкодничает, это хорошо. Понятия дружбы нет вообще. Каждый сам за себя. Подожди, но ведь анализ ситуации это хорошее качество, которое в будущем позволит ребенку анализировать ситуацию. Ага, конечно. Только вот решить он ее не сможет. Потому что жаловаться нельзя, на помощь никто не придет. Поэтому все американцы ходят к психологам решать травмы. Теперь понятно, откуда ноги у этих травм растут. Их учат скрывать свои чувства. Разве это норма? Люди ж это не машины. Ты по этой причине ребенка забрала. Нет. Майкла начал обижать мальчик из группы. Психолог постоянно говорила, что с ребенку нужно поговорить с обидчиком и донести до него, что Майклу неприятно. Его действия своего одногруппника оскорбляют. И говорить нужно постоянно, каждый раз искать новый аргумент, почему неприятно. Мальчик вообще ни на что не реагировал. Я хотела вмешаться, но этот самый психолог посоветовала этого не делать. Типа они сами разберутся. Пока мой ребенок не начал приходить домой в синяках и не просыпался с криком по ночам. Закончилось все тем, что мой сын дал сдачи. Я перевела его в другой сад, который попроще. Психолог потом мне сказала, что мой ребенок неуправляем. Только вот на обидчика жаловались многие в группе. А как сейчас у вас дела обстоят? Сыну нравится новый сад. Да очень. Стоит дешевле ближе к дому. По развивашкам мы ничуть не потеряли. Только вот бассейна нет, но это вообще не проблема, Майкл не фанат плавания. В группе много детей из русских семей. У ребенка появились друзья. В общем, никому не советую такой подход к детскому саду. В Штатах очень популярно иметь собственного психолога, и их стало так много, что нормального найти проблема. Возможно, в других детсадах ситуация лучше, но я как мать была возмущена реакцией психолога. То есть моего ребенка можно обижать, но он при этом не может дать ни сдачи, ни пожаловаться, ни заплакать. Это что вообще такое? Странный какой-то подход. Хоть я и не люблю Украину и Россию, но там с детского сада учат стоять за себя, дружить, общаться. В США с этим намного хуже. Все вроде и дружат, но тут же тебя сдадут. Помощи никакой, поддержки нет. Вроде и улыбаются тебе, но каждый сам за себя. Я не хочу, чтобы мой ребенок был таким же. И вот еще что. В такие сады отдают родители детей не от хорошей жизни. Значит, они постоянно работают и не могут проводить время с ребенком. Я такой же была, за что мне теперь очень стыдно перед собственным ребенком. Детям нужны родители, а не психологи. Иначе потом они будут сотни долларов отдавать за приемы психоаналитика. Вот такое мнение. Правда это или нет не в курсе. В Штатах не жила, но мнение вполне интересное. Я знаю о США только вот из таких рассказов. И что самое интересное, у русских жителей мнения настолько разные, что появляется вполне логичный вопрос. Интересно о Гаврике по какой причине отдали ребенка в такой детский сад. Чтобы воспитатели делали работу родителей или чтобы не объяснять своему ребенку, что плохо, а что хорошо. Как вам такой подход к детскому психологическому воспитанию? А если вы сами или ваши родственники живут в США и их дети посещают подобного рода заведения, то как они отзываются о них? У меня пока нет детей, и я ничего не могу сказать относительно правильности такого подхода.